Приветствую вас! Я прочитал ваш текст, и вначале, прежде чем его разобрать и ответить вам на ваши вопросы, мне бы хотелось вам немножечко сказать то, как мне видится, ну вот, ситуация в целом, да, именно в контексте вас. Ситуация в целом выглядит так, что вы человек достаточно рассудительный, что вы человек достаточно рациональный, что вы человек, который в общем и целом больше старается доверять именно своим мыслям, своим способностям к анализу, к синтезу и так далее. Вот. И на самом деле достаточно мало у вас в тексте эмоций. Для женщины, ну вот, для женщины в российских реалиях очень много у вас в тексте напротив такой некой рационалистичности, расчета, анализа, действительно. Вот. И так далее. И подобная позиция не может не приводить к тому, что вам нужно ваши эмоции сбрасывать. То есть у вас здесь и разные взгляды на какие-то вещи с мужем, у вас здесь и то, что нет детей, у вас здесь и то, что достаточно малый возраст. То есть если я понимаю правильно, вам 24 года сейчас. Ну то есть если вы вместе с 18 лет, ага, вот, вы с ним 6 лет, то сейчас вам по идее должно быть 24 года. Причем вы ровесники. Так вот. Для 24 лет у вас поразительно взрослая речь. Поразительно зрелая речь. Поразительно зрелая изложение своих мыслей. Взрослая, может быть даже расчетливая позиция. И обычно такая позиция свойственна, ну, людям ближе к 30 годам. А у вас? У вас эта позиция, она проявляется сейчас. И с учетом того, что вам 24 года, я полагаю, что вы пребываете вот в этом рациональном, рационалистическом состоянии. Да? То есть старайтесь как можно больше рассчитывать, прогнозировать, обсуждать. А муж у вас наоборот. В большей степени эмоциональный, в большей степени импульсивный, в большей степени, ну, может быть, женственный. Именно в этой сфере. В сфере эмоционального интеллекта. И из-за того, что на вас, как получается из вашего текста, лежит больше именно рациональная часть, и, соответственно, невозможность свободно выражать свои эмоции, которые вы подавили, которые вы заменили мыслями. Я полагаю, что вся эта ситуация связана с тем, что реакция мужа вам нужна. Для того, чтобы выразить ваши эмоции, чтобы побыть слабой, побыть жертвой, побыть, может быть, женщиной. То есть, побыть той, которой вы хотите быть. Возможно, где-то в глубине души, но в себе не позволяете. Здесь вопрос, с одной стороны, как произошло так, что вы запретили себе эмоциональность, и, с другой стороны, да, и последующее разрешение этой эмоциональности себе в большей степени. И, с другой стороны, здесь именно навык быть с мужчиной той, на кого не хочется кричать, на кого не хочется выливать негатив, да, с кем хочется, ну, точнее, эм, кого хочется защищать, эм, по большому счету. Понимаете? Вот. То есть, вам в этой ситуации, эм, в конкретной, в конкретно этой ситуации, эм, нужно, именно, эм, идти по, вот, такому пути. То есть, по пути, эм, смены своего поведения, именно женского поведения. То есть, с одной стороны, эм, раскрытие эмоциональной сферы. С другой стороны, эм, это, эм, более, эм, женственное, эм, более, эм, такое, эм, слабое, может быть, эм, поведение эм, по отношению к мужчине. Потому что ваш мужчина, эм, вероятно, не чувствует себя с вами таковым, не чувствует себя с вами сильным, не чувствует себя с вами ведущим. И из-за этого находится в постоянном напряжении, что и стимулирует его на подобную модель поведения. Потому что мужчина либо не осознает этого, либо ему болезненно признать, что вы более, ну, ну, твердо, например, стоите на ногах и идете по жизни. То есть, это определённо взаимосвязанный процесс. И подобный взаимосвязанный процесс можно разрешить только начав с себя. Начав со своего поведения. Понимаете? То есть, именно начав с разрешения себе в большей степени проявлять эмоции, проявлять слабость везде, во всём. Понимаете? Может быть, больше на мужчину ответственности прикладывать, больше ему отдавать, значит, ну, на решение и наведение каких-то вопросов. Так, чтобы мужчина не видел в вас соперника, не видел в вас конкурента. Ну, по крайней мере, пока он вот находится в достаточно незрелой позиции, в отличии от вас. Далее. Теперь мы посмотрим ваш текст и попробуем разобраться с ним. Значит, ну, с мужем 6 лет, брак и год, детей нет, живём отдельно. А вот здесь, пожалуй, непонятно только, живём отдельно от кого. То есть, вы друг от друга отдельно живёте или живёте отдельно от своих родителей. Начали встречаться, когда нам было по 18 лет, у обоих первые серьёзные отношения. Это означает, что начали встречаться вы ещё будучи детьми и, вероятно, неопытными в отношениях, а сейчас вы уже достаточно взрослые для того, чтобы ваши позиции начали меняться. И, собственно, вполне можете прийти к выводу, что вы совсем не те люди, которые, например, были в 18-19, а то и в 20 лет. Он любящий и заботливый мужчина и хороший муж. Ну, вот, насчёт любящего и заботливого понятно, а вот хороший муж – это оценочное очень обсуждение, да, то есть, хороший для кого, хороший по отношению к кому, это, конечно, требуется разбираться. Есть одно но – он очень эмоциональный. Да, эмоциональность, безусловно, является одной из самых, так сказать, ярких черт человеческой натуры, и эмоциональность – это, как бы, такая светлая сторона вспыльчивости, то есть, эмоциональные люди всегда являются вспыльчивыми, ну, потому что эмоциональность работает в двух направлениях, да, в позитивном и в негативном, соответственно, и если вы знали, что ваш мужчина эмоционален, то, ну, вряд ли вы предполагали, что он изменится, вряд ли он станет менее эмоциональным, а если вы знали, что он эмоциональный, то, соответственно, вы, наверное, догадывались о том, что он вспыльчив. По крайней мере, здесь непонятно, насколько вы были осведомлены о его эмоциональности, принимали ли вы её, что отдавали ли себе отсчёт в том, что она не станет меньше, и что она, эта эмоциональность, которая, эм, ну, в общем-то, имеет плюсы, имеет также и минусы. Вот этот момент, на самом деле, очень важен, то есть, момент именно в принятии человека вами. То есть, вопрос в том, принимаю ли я своего мужчину вот таким или нет, пытаюсь я его поменять или нет. Потому что, если мужчина будет работать за своей эмоциональностью, он станет менее эмоциональным, а значит, он станет другим, а значит, вам это может не понравиться. То есть, эм, на данный момент, сейчас, вам не нравится то, что он вспыльчив, это понятно. Но нравится то, что он эмоционален. И парадокс есть в том, что для продолжения отношений, помимо того, что я уже сказал, нужно принять его таким, то есть, принимать его не только положительные стороны, но и отрицательные тоже, в том числе и то, что он делает. То есть, я полагаю, что, конечно, его поведение, поведение не является правильным и не является конструктивным, потому что вам больно и так далее, это понятно. Но, но, опять же, опять же, тут момент такой, что насколько эмоционально мужчина высказывает вам любовь, восхищение, радость, настолько же эмоционально он высказывает и свой негатив. И это нормально для него. То есть, в данном случае, мужчина ведет себя не с целью подавить вас, а, вероятно, просто потому, что он такой эмоционален. Да, это негативно сказывается на вас, да, с этим можно работать, но, опять же, для того, чтобы мужчина с этим работал, нужна мотивация. Вот, нужна мотивация. О мотивации, я думаю, я скажу чуть позже. Значит, с другой стороны, пишите вы, из нее он может ярко выращать и отрицательные чувства, особенно во время струб. Вот здесь проявляется ваше непринятие мужчины. То есть, позитивное проявление вы принимаете, отрицательное – нет. А это, по сути, означает, что вы пытаетесь его идеализировать, либо проектируете на него свои желания, либо идеализируете его. То есть, по сути, видите в нем идеального мужчину, которым он не является. До свадьбы и совместной жизни во время ссоры это выливалось в крики, долгие и бурные выяснения отношений, упёртость и нежелание уступать. До свадьбы и, значит, совместной жизни. После свадьбы, пишите вы, во время ссор он начал загибать еще сильнее и все самое для меня неприятное – хватать меня за руки, применять силу и несколько раз толкал на кровать во время ссор. Здесь вопрос к вам. Считали ли вы, опять же, что эти бурные выяснения отношений изменятся? Упёртость, нежелание уступать, крики. Чем обусловлено ваше мнение тогда, на момент еще, когда вы были неженаты? Чем обусловлено ваше мнение о том, что это сойдет на нет? Делали ли вы что-то, чтобы это сходило на нет? Высказывали ли вы мужчине свое недовольство? Приходили ли вы к какому-то выводу, к какому-то решению здесь или нет? Непонятно. Потому что складывается такое впечатление, что вы до определенного момента абсолютно спокойно реагировали на то, что мужчина на вас кричит. И абсолютно спокойно реагировали на то, что он проявляет остальные признаки своей негативной эмоциональности. До определенного момента – да, после – уже нет. Но для мужчины это одно и то же. Если вы позволили ему одно, то по логике вы позволяете ему другое. То есть, если вы позволяете на себя кричать, то вы позволяете себя толкать. Так думает мужчина. Не говорю, что это так и есть, не говорю, что это правильно. Я говорю, что так думает мужчина. И у меня вопрос. Но если вы согласились на крики, если вы согласились на бурное выяснение отношений, то почему вы не соглашаетесь на применение силы? Ведь крики и бурное выяснение отношений – это та же самая сила, используемая для подавления. Понимаете? То есть, получается, что вы разделяете эмоциональное подавление и физическое подавление. Но ведь по факту, физическое подавление – это тоже эмоциональное подавление, только более ярко выражено. Вы же, когда вас физически подавляют, не чувствуете, что вас просто физически подавляют. Вы же эмоционально это переживаете. И, наверное, вы никогда мужчине не говорили прямо о том, что, вот ты знаешь, ага, ты можешь на меня кричать, ты можешь бурно выяснять со мной отношения, но ты не можешь, например, хватать меня за руки и толкать. Вы же не говорили мужчине такого изначально. Не говорили. Что самое интересное, вы не показали ему, что так с вами нельзя. То есть, первый раз, когда это произошло, вы не стали молча, не собрали свои вещи и не ушли тем самым, не вызвав у мужчины когнитивный диссонанс. То есть, расхождение с тем, что он представляет себе и тем, что есть на самом деле. И у мужчины отсутствует полнейшая мотивация что-либо делать. Потому что он знает, что вы пообижаетесь, пообижаетесь, он может вас всегда обвинить, что он не делает, то есть, перекладывает ответственность на вас. Это называется игра «Если бы не ты», вы можете про эту игру прочитать. В эту игру играет ваш муж. Так и называется психологическая игра «Если бы не ты». Вот. Ваш муж играет в эту игру и, соответственно, как бы, его все устраивает. Дальше. Я долго анализировала наши стычки, а в основном смотрела на свое поведение и что именно я могу сделать. Ну, здесь я бы сказал так, что, во-первых, анализировать стычки вам как непосредственному участнику этих стычек, мнение представляется правильным и объективным, потому что вы заинтересованное лицо. Стычка происходит по ответственности двух людей и, соответственно, оба человека из этого извлекают свою выгоду, хотя бы потому что, если бы вам не нравились стычки, вы бы уже давным-давно ушли. Но не ушли, значит, у этого есть причина. Поэтому анализировать стычки вам как участнику не имеет никакого смысла. И дело здесь не в том, что вы можете сделать. Дело здесь в том, что вы можете не делать. Понимаете? Потому что подобный взрыв возникает всегда, когда есть провокация. Я верю в то, что вы не провоцируете своего мужа, но я также знаю то, что провокация есть и происходит она неосознанно. Хотя бы, например, в том контексте, в котором описал вашу проблему я в самом начале. Далее, значит, пытался из ссоры в ссору исправляться, но у него такое поведение уже закрепилось, и во время ссор он закипает и начинает хватать меня. Ну, смотрите, вы говорите, опять же, во время ссор вы начинаете исправляться. Тут не исправляться нужно во время ссор. Тут вообще исправляться-то не нужно. Потому что исправление означает, что вы что-то делаете не так. А если я что-то делаю не так, то я чувствую себя виноватым. А если я чувствую себя виноватым, то я жертва. А получается, что тот, кто со мной, это кто? Либо тиран, либо спаситель. Ваш мужчин выбирает спасителя. То есть, это треугольник Карпмена. О нем также можете почитать. Про выгоду от треугольника Карпмена, про то, как из него выходить. То есть, как бы тут достаточно серьезная работа идет по выходу из этого самого треугольника. То есть, определяется выиграно, про это я сказал. И, соответственно, делается упражнение на то, чтобы осознавать себя в одной из позиций этого треугольника. Далее. Значит, у него поведение закрепилось. Да, у него закрепилось такое поведение, потому что от вас не последовало соответствующей реакции. Понимаете? И потому что вы исправляетесь во время ссор. И потому что вы вообще исправляетесь. Так как исправляться, я еще раз повторю, не надо. Меня это пугает и отталкивает. Опять же. Меня это пугает. То есть, я ввожу себя в состояние жертвы, в состояние беспомощности. Меня это отталкивает. То есть, я не хочу быть в близости со своим мужем. То есть, вполне вероятно, что, несмотря на его проявление, вы все же не считаете, что он именно тот мужчина, который вам нужен. Кроме того, вы говорите, что он заботливый, любящий муж. Да? Любящий муж, заботливый, любящий и хороший. Но при этом вы не говорите ничего о своем отношении к нему как к мужчине. При этом вы не говорите ничего о своих чувствах к нему. Ну вот. Опять же, если это у вас первые отношения, то вполне вероятно, что вы его идеализировали. А сейчас вы в нем уже разочаровались и ищете повод для того, чтобы от него отдалиться. Вот. Ну, понимаете, тут гадать можно много, но варианты вот они такие. Значит, я много раз говорил об этом мужеву, но ответ был один. Это ты меня вывела, не сделала бы так-то, я бы так себя не повел и так далее. Ну, это вот игра, если бы не ты. Да? То есть, про эту игру я еще раз повторю вам, наверное, почитать. Сейчас я не думаю, что о ней имеет смысл говорить. Вот. Тут вы много раз пытались говорить мужеву, но это, опять же, ваша позиция. Да? То есть, вы сознательно или нет, значит, опять же, здесь выставляете себя такой, своего рода жертвой. Потому что не смутим говорить нудно, а вам менять свое поведение. Не исправляться во время ссор, а кардинально его менять. Делать более ценностным. Более уважительным к себе. Понимаете? Так, если начинаю с этим спорить, бесполезно, но это нормально. А я прислушиваюсь к нему, стараюсь не вести себя так-то во время ссор, но ничего не меняется. Он опять заводится, применяет силу, обвиняет меня. Ему нужно это. Мужчина играет другую игру, которая называется «Попался сукин сын». То есть, мужчина специально ищет у вас ошибку, чтобы, воспользовавшись этой ошибкой, на вас наорать. У этой игры тоже есть своя особенность. Про эту игру также можете почитать. Смотрите. То есть, тут вот, как бы, ну, с одной стороны вот эта игра, с другой стороны эта игра. Вот. Дальше. Значит. К слову, ссоримся мы не часто. Недавно произошел очередной инцидент. Знаете, если вы не часто ссоритесь, то, наверное, вы, ну, знаете, из-за чего вы ссоритесь. К примеру. Какие вещи могут внести разладь в вашу семью. И, соответственно, это исключить. Недавно произошел очередной инцидент. Мы начали спорить по... Мы начали спорить на тему, в которой взгляды у нас не сходятся. Ну, вот. Вот. Это провокация. Это ваше провокация. Вы, зная, что у вас в этой теме не сходятся, не сходятся. Взгляды начали спорить при том, что вы говорите «мы». Не я, а «мы». Вы поймите, что нет никаких «мы». Есть «вы» и «он». И вам этот спор для чего-то нужен. Вы не могли не знать, если у вас есть интуиция, я уверен, что она у вас есть. Вы не могли не знать, что этот спор приведет к этому. И вы, я уверен, знали об этом. Но какая-то часть вас говорила «давай, скажи еще что-нибудь, подлезь в масло в огонь, давай, давай подлезь». Тут тоже момент, чтобы разобраться в том, кто это говорит, кто подстрекает вас к такому поведению. Я пыталась закончить разговор, потому что увидела, что он завелся. Ну так, если он завелся, то уже бесполезно. В психологии существует правило, гласящее, что если человек находится в состоянии аффекта, да, то есть когда сильная эмоциональная идет реакция, то человеку нужно полностью аффект завершить. Если стараться аффектно-сильно подавить, что делаете вы, это еще больше человека распаляет. Значит, так, он завелся, но это разошлило его еще больше. Ну то есть вот понятно, да, по какой причине. Он весь покраснел, так, кричал на меня и применял силы. Смотреть на него в эти моменты страшно. Ну, опять же, опять же, здесь не совсем понятно, что значит страшно. Страшно кому? Вам страшно? Или просто страшно? Если вам страшно, это одно, если просто страшно, а другое, скажем, в контексте того, что вам, например, его жаль. Я твердил ему, что надо разойтись, по разным комнатам успокоиться, то есть пытались прерывать аффект, но он уже не слышал меня и каждое мое слово лишь его злило еще сильнее. Ну то есть понятно, да? То есть вот вам, как бы, достаточно простое решение. Если вы видите, что человек дает, знаете, ну, вы говорите, что он успокоился сам. Меня пугает его вид, меня пугал его вид, я начала плакать. Ну, это то, что делаете вы, да, впадаете в состояние жертвы. Это ввело его в супор, и он начал меня спасать. Я специально читаю так. Он начал меня спасать, пытаясь охладить. То есть вы, вступая в состояние жертвы, меняете его поведение из преследователя в спасителя, и тем самым получаете какую-то свою выгоду. Я решил закончить и дать ему выругаться. А, замолчать и дать ему выругаться. Ну, момент здесь такой, вот так надо было сказать изначально. Но мы это сделали только после того, как поплакали. Об этом вы спорили. Он это сделал, хлопнул в дверь и ушел в другую комнату. То есть это позволило и вам получить то, что вы хотели, и он получил то, что он хотел. Через несколько часов после ссоры, когда он успокоился и немного забылся, я попытался подойти и обсудить случившееся. На что он ответил, что он и так уже все сказал, что это я во всем виноват. Ну, вот понимаете, опять, вы идете на примирение. Да? Хотя виноваты оба, но идете вы. Хотя мужчина превысил нормы дозволенного, но идете вы на примирение. То есть обесцениваете себя и ему позволяете играть снова в игру, если бы не ты. Опять же, для чего? Чтобы иметь право быть жертвой. Вам. Чтобы иметь право быть слабой. Чтобы иметь право быть бесполочной, потому что в другое время вы такой быть не можете со своим мужем. После этого мы оба ходим обиженные уже больше недели. То есть вы просто обижаетесь на своего мужчину. Да? Просто обижаетесь. То есть это просто обида, просто игнорирование и все. По сути, это, знаете, такая родительская позиция. То есть ты не должен был так поступать, ты не должна была так поступать. Это не детская и не взрослая позиция, это родительская позиция, в которой ты не прав, я прав. Это единственный, это конечный результат, к которому вы оба стремитесь доказать другому, что я прав, а ты нет. Понимаете? Пока вы будете действовать так, у вас ничего не получится. Потому что каждый из вас ориентирован на себя, на получение своей выгоды, на получение своих каких-то плюсов, на получение своих каких-то ценностей, на получение своих, так скажем, позитивных аспектов здесь. Более глубинных, конечно. Полно вероятно, что вы оба себя за это еще и обвиняете. За то, что вот так себя ведете. Я несколько раз говорил ему, что готовы поговорить, когда он будет к этому готов, если мы не противники, что мы не противники, а союзники. Понимаете, вы говорите ему, что вы готовы поговорить, когда он будет к этому готов. Но если вам есть что сказать, нужно ему это говорить, потому что вы говорите это не для него, а для себя. А так вы опять здесь как бы, ну знаете, да, провоцируете его. То есть вы говорите, что я с тобой поговорю только если ты будешь к этому готов. При этом вы знаете, что он не готов, но говорите ему опять же это с той целью, чтобы выставить себя в жертву. И я вас прекрасно понимаю, я прекрасно понимаю, почему вы так себя ведете, но опять же это ваша ответственность. Ответственность за то, что вы взяли на себя роль сильной и рациональной женщины, которая к этой роли не готова. Вот. Он игнорирует мои слова и продолжает избегать этой темы. Ну потому что у мужчины нет мотивации, он знает, что вы его по итогу все равно примете. Сейчас отношения напряженные, я не знаю, что делать. Вам нужно мужчину просто поставить перед фактом, что если это еще раз повторится, то вы от него уходите. Что вы просто не желаете жить в такой атмосфере, где вас не уважают, где вас не ценят, где вас принижают. Значит, либо вы предлагаете мужчине обратиться к психологу. Ну вообще-то вам вдвоем нужно обратиться к психологу, каждому по отдельности. То есть сперва вдвоем, а потом каждому по отдельности. Потому что у вас с обоих есть свои проблемы, у вас с обоих есть свои внутренние конфликты. Меня это отталкивает, обижает и заставляет чувствовать себя униженной. Да, именно в этом состоянии вы хотите оказаться. Это не вас заставляет чувствовать себя униженной. Это вы вводите себя в это состояние униженности, потому что в этом состоянии вам хорошо. В этом состоянии вам здорово, в этом состоянии вы находите такое болезненное утешение. Когда вы говорите, что вас заставляет чувствовать себя униженной, вы снимаете из себя ответственность. Это как бы происходит уже не с вами, а как бы кто-то другой делает с вами что-то против вашей воли. На самом деле это не так, тем более, что у вас нет детей. Поэтому здесь нужно отказываться от формировки. Это заставляет меня чувствовать себя униженной. Говорить, я ввожил себя в униженное состояние. Вопрос для чего? Что я от этого получаю? Когда я чувствовал себя униженной, когда я целенаправленно вот так вот тоже ощущал себя жертвой, что вокруг происходило? А происходило то, что те, кто вас преследовал за то, что вы, значит, были сильны и стремились быть слабой, превращаться из преследователя в спасителя. А я хочу донести это до мужа, чтобы он наконец понял и прекратил. Он не поймет и не прекратит. Потому что у него есть свои неразрешенные проблемы, которые не позволят ему это сделать. Он не делает это просто из блажи. Просто потому что ему, вот знаете, больше нечем заняться. Он делает это по причине наличия у него проблем. Чтобы проблемы у человека осознались, нужно, для этого нужна мотивация. Мотивация только здесь такая. Потерять вас. Если мотивации потерять вас недостаточно, значит, мужчина вас не любит, значит, с ним находиться не имеет смысла дальше. Так, помогите, что мне ему сказать. Ну, это я вам уже донес. Как повлиять и убедить в том, что рукоприкладство это ненормально. Повлиять никак, убедить тоже никак. Это мужчина знает сам, он за это себя винит скорее, но это ничего не меняет. Свои действия нужно брать ответственность. Понимаете, опять же, для этого нужна мотивация. Для того, чтобы любой человек брал ответственность на себя, его нужно к этому приучать. Приучать можно только через мотив, чтобы человек понимал, для чего ему это нужно. У него есть выезд, сейчас у него с нами хоть и напряженные, но все же отношения. Зачем ему что-либо менять? Мужчина, это не то существо, которое будет что-то делать, не видя конкретной цели, конкретной выгоды для себя. Поэтому убеждайтесь и говорить что-то, тем более, что мужчины плохо понимают язык слов от женщин, тем более от своей жены. Ну, абсолютно бесполезно. Тут нужен язык поступков. Язык поступков мужчины понимают очень хорошо. Например, вы от него уходите после следующей ссоры и говорите, что я к тебе не вернусь, пока ты не обратишься к психологу и пока не покажешь мне доказательства того, что ты с психологом работаешь, например. И сами при этом так же работаете с психологом. Вот это для вас единственный выход. Потому что у вас классические отношения, когда мужчина тиран, женщина такая вот жертва и мужчина такой садист, да, то есть он причиняет женщине боль. И связано это с низким эмоциональным интеллектом, то есть мужчина вроде бы проявляет эмоции, вроде бы бурные эмоции, но в то же время он не понимает, что они значат, и инстинктивно пытается понять, что они означают, причиняя боль вам. И это довольно серьезная проблема, которая не решается за один раз. А у вас проблема немного другого характера, которую я так же описал. И еще раз, слова ваши ему здесь абсолютно бесполезны. Если вы хотите решать свою проблему, в первую очередь, то именно вам нужно действовать. Не для мужа, не для кого-либо, для себя. И вот то, что вам полезно, что и нужно делать, и не смотреть на других людей, понимаете, не перевоспитывать кого-то, не влиять на кого-то. Вы же не родитель для своего мужа, правильно? И вы его, ну, не перевоспитаете, если он этого сам не хочет. Поэтому не нужно быть для него родителем, потому что когда вы для него родители, это убеждает мужчину в том, что вы никуда не денетесь. То есть еще больше вас обесценивают, как женщину. Вот разве женщина перевоспитывает, разве женщина влияет? Нет. Она делает так, что мужчина хочет для нее что-то делать, а вы не можете, потому что вы не умеете быть слабой. И вот быть слабой, в первую очередь, вам и нужно учиться, понимаете? И если вы будете слабой, то это либо простимулирует мужа, либо больше никогда не поставит вас в подобную ситуацию. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok